Выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики прошло в Краматорске. На поездке дня укрепление информационной безопасности, улучшение сигнала на линии разграничения, а также распространение украинского контента на неподконтрольных территориях. Как оценили информационную работу центральной власти Донецкой и Луганской областей? Материали наших донецких коллег. За последние три года в условиях российской агрессии телевизионное цифровое вещание в Донбассе увеличило аудиторию лишь на несколько процентов. Между тем, FM-радио стало популярным на 40 процентов. Сейчас по количеству выделенных радиочастот первое место в Украине занимают Луганская и Донецкая области. Число украинских СМИ в Донецкой и Луганской областях должно вырасти. Комитет разработал законопроект, который позволит создавать на льготной основе новые телерадиоканалы. Лицензии на мовлення або дозволы на тимчасовое мовлення на этих территориях на час проведения АТО мают быть безкоштовными и выдаваться Национальной Радой с вопросами телевидения и радиомовления без конкурса. Стосуется только районам, которые пролегли к прикордонным районам и зонам размежевания. Особое значение в информационном пространстве Донбасса играют общественные вещатели ДТБ и ЛОТ. Напомним, сейчас чиновники ищут место, где должны появиться телебашни в Покровске и Бахмутском районе. Кроме того, с часового яра на средних волнах вещает первый канал украинского радио. Пудии, Донецкая область. А в Луганской области вопрос с телебашней уже решен. Ее должны запустить в День независимости Украины. В Новайдарском районе началось строительство телебашни высотой 134 метра, на которой будут установлены аналоговые и цифровые передатчики телеканала ЛОТ, Радиопульс, возможно, ЮА-1 и других. Сейчас телеканал ЛОТ, Радиопульс можно услышать и увидеть в оккупированных Луганске, Алчевске и Кадевке, бывшем Стаханове. На строительство башни и передатчики предусмотрено почти 19 миллионов гривен. На сегодняшний день уже залиты фундаменты, установлена первая секция. Все идет по плану, даже с опережением. Там сразу же будет телевизионный передатчик Радиопульс. Это, соответственно, увеличит зону покрытия Радиопульс. И будет там установлен передатчик телеканала ЛОТ. И есть уверенность, что с этого момента зона уверенного приема значительно расширится. И ЛОТ можно будет смотреть по всей территории, оккупированной, вплоть до Краснодона и, дай бог, до Красного Луча. Редактор субтитров А.Семкин